я с вами поздороваюсь здравствуйте буквально только что начало влога было там где я вам подробно рассказывал про нериса да и сказал что возможно все в один влог не влезет судя по всему раз я с вами здороваюсь и смотрите в этот влог и так начало так она и получилось я вам покажу что мы купили мы только из магазина приехали да и я вам говорила что буду делать котлетки с макаронами что купили купили молоко отборная простоквашина я взяла яйца саши взяли вязанку хлеб и взяли вот такой еще хлебушек это с чесноком в перекрестке это обычно такой лаваш очень вкусный хлеб особенно когда кушать с овощами с намазками вот знаете лечо всякие прям вообще бесподобно для чего яйца молоко я хотела сегодня омлет сделать но не было молока омлет я делаю в духовке вы знаете как в детском саду и так достану-ка я сразу макароны вот эти вот сделаю это фирма аида мне они очень очень нравится буду делать с подливом поэтому здесь видите трубочки чтобы подлив туда затекал и вот столько у нас котлет 12 штук я вот чё думаю все делать а если я отберу тут 4 останется наверное все сделаю еще морковку лучок ну ладно это я вам все покажу напишите вам интересно смотреть рецепты когда я делюсь своими идеями ужина что приходит на ум что готовлю если вам это полезно и сподвигает вас на какие-то рецепты и хотя бы на то что попробовать приготовить такое же блюдо я знаю что вы готовите вы пишите немного девчонок очень много пишет в телеграм и потом выкладывают фото для многих подошло вообще это был такой фурор тесто которое на беляши я делаю девчонки попробовали и да действительно подтвердили что несколько дней после уже приготовления до тесто как ну вот свежая она знаете вот бывает вот выпечка особенно пирожки да на следующий день тесто уже такое становится даже ты если разогреешь но такое уже не такое по моему тесту два дня после приготовления спокойно как только-только приготовлено вот там сейчас опять дамаза возмущается конечно стоит такая беспардона и берет свою еду нахваливать а почему мне свою еду не нахваливать если это вкусно если это ваще уж и проверено и вы об этом пишете что это вкусно и классно почему не я петину васину какую-то году буду нахваливать нет буду нахваливать то что я приготовил ей если у меня плохо получилось я об этом и расскажу вот был мне пирог пересоленый курицу как-то сожгла и я об этом показывая я про неудачи тоже рассказываю показываю не скрываю нету такого что у меня все идеально есть не идеально и об этом вы знаете зачем так хамить зачем такие гадости писать я не знаю видимо у вас в жизни все очень очень плохо и печально что вы стараетесь как-то другого человека задеть и попытаться его унизить малышок с нами все готовлю девочки пожалуюсь вот я сейчас буду готовить еду они тоже будут себе готовить еду пельмени большая кастрюля сочные я не раз вам рассказывал о том что это очень классные пельмени хорошие вкусные из пи из фильтра же воду берем так что где встретите вот эти пельмени берите спокойно не ошибетесь пока что из всех покупных вот таких магазинных не фермерских а именно упаковочных фабричных вот лучше этих пельменей нет никаких правильно но да не во всех магазинах продаются не во всех городах я сейчас вам покажу чьи это девчонки писали это мои пельмени 800 грамм подождите изготовитель так россия алтайский край биск так что видите даже к нам они доехали наверняка и у вас где-нибудь есть просто обратите внимание большая кастрюля есть они еще в пластиковых ведрах пластиковых стаканчиков продаются молодцы ребята что делают такую классную вкусную продукцию так включаем плиту я включаю на максимальный круг ставим сотейник масло я предпочитаю слобода классное масло очень хорошие подправляю сюда лучок так и мне лень чистить морковку вот до этого было не лень сделать заготовку молодец что я ее сделала и сейчас я добавлю именно вот эту заготовочку удобно и спасает мне здесь пока пассируется на медленном огне я не зажариваю но здесь просто так вот притушивается я хочу подготовить для подлива основу вода и мука одной ложки будет достаточно это загуститель сейчас мука разойдется не сразу но постепенно она разойдет сейчас я вилочкой и тут сниму и уже в конце потом дам выкладываем как ветки все выкладывают или вот это оставит делайте шагу и накрываю крышкой и теперь пусть тушится потихонечку у меня здесь вот томится булькает готовится саша уже сварила пельмени но это там хинкалики получились небольшие вот такие я там буду немного я себе вот подготовила сюда уже уксус налью и бульон люблю всякие такие штуки с уксусом хорош с любовью но это вообще бульончик и уксус какую ты добавляла я не добавляла нет просто желтая нет вот солнечная да так и и и и и Только я не совсем понимаю, что это значит. Ну, амбассадор, это побольше, если тот попиарит просто эту компанию. То есть его работа не в том, чтобы прям пиарить, пиарить, а его использовать для того, чтобы пиарить. Ну ты, папа. Все, погнали. Сейчас Адам горячий. Адам горячий у меня. Котлеты-фрикадельки, как там еще назвать, почти готовы. Осталось теперь добавить в загуститель лука, разведенная в воде. Все, видите, растворилось. И будет такой загущенный подлив. Или как там, подливка. Котлеты, конечно же, уменьшились. Подливка нам немножко издревалась. А правильно, оказывается, подливка, а не подлив. Я говорю о подливке, представляешь, меня все поправляли в комментариях. Говорится подливка. Хотя мне вот тоже как-то, не знаю, макаробит. Так, все, оставляем, пусть доготавливается. Так, готова водичка. Сейчас я ее посолю. И она быстрее закипит. Приятного аппетита. По сути, уже можно отправлять макароны. Вот такие у меня. Я вам показывала. От Аиды. Классные. И... Сейчас сегодня я не ел. Идет, затем у меня запомнил. Последний день. Я не знаю, чтобы вайфу не теряется. Еще вот. У меня вайфу не будет доедать. Хорошо. Поставляем. И здесь у меня уже тоже все готово. Хочу попробовать. Вот такие вот котлетки. На десерт кексик последний. Узеркот с маслом сыром. Я хочу сказать, что эти котлеты я делала сама. И этот полуфабрикат я забораживала сама. Поэтому без опаски. Можно спокойно их кушать. И не бояться. Состав этих котлеток. Фрикаделек, тефтелей. Да как угодно. Я знаю. Вкусненько. С макаронами еще вкуснее будет. Я сварила макароны. Но немного я их переварила. Пока занималась влогом. Пока выкладывала новое видео. Чуть-чуть проморгала. Ну, буквально минут, наверное, пять. Они должны были быть такие более аль денте. Ну и вот. В общем-то, все готово. Приятного аппетита. Мы уже поужинали. Значит, я разложила все, что осталось по таким маленьким контейнерам, судочкам. Уберу в холодильник. Удобно будет достать. Здесь вот одна порция Саша может себе разогреть. Здесь две порции мы можем себе с Игорем разогреть. Саша приедет. Я его уже отдельно в тарелочку тоже положила. Так что вот. Вот таким вот макаром. Сейчас это уберу в холодильник. Все. И осталось тут три котлетки. Убираю тоже в холодильник. Можно с гречкой. Потом каждому по одной. Так что вот. Считайте. Раз. Два. На два дня. На три. На три. Плюс этот. На четыре дня еды. Из двенадцати котлет. Но мы не все приготовили. Я вам показала, что часть я все-таки убрала на морозилку. Удобно? Удобно. Удобно. А что за магия? А Саша. Ваша корзина пуста. А Саша сама. Саш. Ты как-то обнаглела. Слушай. А что странно? Что странно случилось? Да. 13.30. Такая огромная скидка. Не кажется что странно? Да нет. Кажется. Бывает же у них. Саша себе. САМА. Саша. Себе покупает часы. Эппл. И на них сейчас чисто случайно. Да. Но это сработали бонусы. Ага. Да. Это с бонусами. Ну хоть на чем-то уже сработали. Ну еще есть какая-то скидка. Видишь? Минус 11 тысяч. А. Ну это видимо та старая. Видимо они разрешили на этот товар и распродажу, и бонусы. А сколько они стоили? Да. За что было. Саш. 24.990. Должны были стоить. Ну это их цена. 24.990. А на сколько вы рассчитывали тогда покупку? Ну минус 8 тысяч. Я на 16 тысяч. Саша на 16, да? И сейчас получается за 13 с копейками там. 13.133. 13.133. Все делаем заказ. Вот так вот. Чисто случайно зашли. Скидка еще увеличилась больше. Почему такая скидка? Саша сама себе на свои деньги покупала Apple MacBook Air. У нее остались денежки, и она на этот остаток хотела купить себе часы. Собственно говоря, сейчас она это и сделает. Повторюсь. А. Так я в итоге с продажи своих часов трачу всего лишь тысячу. И при том, что Саша продала свои часы перед этим. И сейчас за эти же деньги покупает новые. практически. В смысле практически? Нет. За свои деньги. Практически за те же деньги, что ты продала часы. Ты что оплачиваешь? Да, да. Вот. Молодец, Сашка. У тебя это есть, как это сказать, предпринимательская жилка? Если бы я сейчас не зашел в моем видео, мы могли профукать. Так, папа, а теперь зайди и иди так, чтобы оказалась наша стиральная машинка еще. Мы, кстати, не рассказывали, что с нашей машинкой случилось. Кстати, они разблокируют ее сразу. Мне же тоже, когда я стиралку покупал, они позвонили. Я потом все сделал и тут же я делаю оплату и сразу оплатил. Папа, скажи, что со стиралкой случилось? С новой, которую мы купили. А что с ней случилось? Позвонили с МВидео, сказали, что на тот момент мы уже неделю ее отказали. Вашей стиральной машины, которую вы оплатили, ее в наличии нет. Типа, ну у вас стоит доставка на 1 марта и на 2 марта. Мы можем либо вы возьмете другую стиральную машинку, ну мы типа вам подберем, либо подождите, может быть до 2 марта она появится в наличии и тогда она к вам приедет. Ну я принял решение подождать до 2 марта все-таки, хотя Вика потом мне сказал, что лучше бы тогда деньги вернул и купили бы на сайте LG. Ну я вот так поступил. Я теперь чувствую себя виноватым все это время, но как бы ладно. У нас мама просто талант делает других людей виноватым. А так а что ты уже себя чувствуешь виноватым? Мы же договорились уже. Я принял решение, а ты потом мне сказал, что так надо было наверное все-таки деньги купили бы на людей. Ну мне просто кажется, что они скажут, что машинки нет, но когда... И всегда, когда она говорит, что ей кажется, именно так и получается. У меня чуйка развита. Нет, они не правы. Вот согласись, что это неправильно они поступили. Сказав, что... Как получилось? Мы оплатили эту машинку через сайт и она пропала. Она потом снова появилась на сайте. Потом я их видел опять на сайте, они были в наличии. Это было уже после того, как мы приобрели их. Мне кажется, они... Либо сайт у них там просто чудит, либо они специально вот так вот делают. И типа, знаете, когда же ты стиралку покупаешь, да? Ты же покупаешь потому, что твоей уже пиндык. И надо срочно. Мне кажется, что тут может сайт сгенерирован. Потому что мы же тогда эти уже часы хотели заказать. Угу. Ну, либо у них сайт барахлит, либо они какие потом говорят, как нам сказали, такой машинки нет, возьмите другую. И другой бы человек, наверное, скажет. Ну, давайте другое. А что делать? У меня же моя накрылась. Я же не просто так купила машину. Вот сейчас стоит у них на сайте, товар временно отсутствует в продаже. Временно. Угу. Вот. Монологи смотрю. И что там по монологам? Да там ничего нет. Ну... Ну, просто выход такой. Если они до второго не решают этот вопрос, мы изымаем у них наши деньги. И... А если перевод месяца? Ну, вот же она. В наличии. В наличии? В наличии? Это другая. А, это другая, да. Это предыдущая, это как у Лены Волх. Угу. Это та, которую мы вот хотели и смотрели изначально. Но там, помнишь, какие-то... Там что-то... Ну, то ли размера меньше, что-то там есть... Ну, она устаревшая на... Ну, нет. 1200 оборотов, 7 килограмм загрузки. Ну, 1200 оборотов меня не пугает на самом деле. Вот. А я к чему? Что тогда мы забираем деньги. Саша вот тоже заметила, что может месяц будут идти переводы. Может, сразу переведут. И суть в чем? Ну, покупаем на нашем самом сайте. На сайте, да. Ну, наша пока трещит чуть-чуть, но стирает. Я стараюсь реже как-то что-то стирать все равно. Саша тут вот с нашими животными. Только что Сим пробегал. Он сегодня пытался... Он запрыгнул сегодня на этот стол, ты же оставил его там. И хотел забрать. Гавник. А потом он в мусорку опять полез и получил пауку. Ну, он учится. Получать пауку. Потихоньку мы его воспитываем. Ну, кстати, Саша ушла. Он опять плакал. Он опять поплакал и пришел к нам. Получил. Да. Просто Саша говорит, что он уже все не плачет. Там где-то Сим ходит. Сим. Ты где там? Он под тобой. В общем, они уже сегодня так несколько раз понюхались. Стой. Стой. Вроде уже так не рычат. Ну, старик, давай еще. Стой. У Сима. У Симы нет настроения сегодня играть. Ох, какой ты в телевизор даже не помещаешься. Батюшень. Мелочек. Мелкий такой. Яй-яй-яй. Ребятеночек. Ну, а на этом мы с вами будем прощаться. Встретимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok